Бабулин, ты красавчик, возьми еще один кусочек! Чао, рогатцы! Это снова Женя и канал. Рурум. И в каждой стране бывают свои мемы. И они при этом понятны только жителям этой страны, как правило. Если это не американские мемы, они, в общем-то, такие интернациональные довольно-таки. Обычно на мемах представлены какие-то явления из культуры, интернета, из жизни популярных людей и так далее. Варианты просто безграничны. Но сегодня я бы хотела с вами пролистать и попереводить вам, и пообъяснять итальянские мемы. Над чем смеются в Италии? Узнаем прямо сейчас. Поехали с первым. И здесь классический итальянский жест, в общем-то. И представлен он в виде золотого сечения. Это показывает то, насколько он идеален по своей структуре. Если вы еще не видели, то я вам очень рекомендую пойти посмотреть на подборку мемов об итальянских жестах. How Italians do something? То есть, как итальянцы что-либо делают, в которых главным героем является именно итальянский жест. Покажу вам сейчас несколько примеров и оставлю ссылку в описании с полной подборочкой. Некоторые первоклассные подводные лодки все еще находятся в рабочем состоянии и по сей день. Итак, идут три примера. Россия. К-535 Юрий Долгорукий. США. USS Пенсильвания. И итальянский ответ. Автобус с линии 42. Станция Бриньоле. Иногда, когда в Италии идет дождь, правительство выпускает свои лучшие подводные лодки. На помощь на сиреню. Следующий мем. Беседа Леонардо да Винчи с его девушкой. Лео, я беременна. О, правда? Да, да. А что ты рисуешь, кстати? Да ничего, детка. Ничего. И далее показаны наброски летающего аппарата от Леонардо да Винчи. Он был вдохновлен. Следующий мем. Найди себе мужчину, который может делать и первое, и второе. Имеется в виду картины и скульптуры Микеланджело, разумеется. Следующий мем. Ты и парень, о котором она говорит тебе, не беспокоится. Это вообще происходит от американского мема. То есть на первой картинке обычно какой-то плохой пример, скажем так. А на втором пример идеального мужчины, в общем-то. Так вот, этот итальянский мем ставит в пример группу Ильвоно. Итальянскую, которая выиграла Сан Рема, кстати. И Поворотти, в общем-то. То есть для создателя мема это был отличный пример. Следующий мем. Это пародия на рубрику таких клянцевых журналов. Укради его, лук. Или образ, по-нашему. И, собственно, берется картина, на которой изображен Гарибальди. И все те элементы одежды, которые он использовал для своего лука. По-моему, отличная рубрика. Я бы такое читала в Космополитоне, если бы я его читала. Это был бы мой любимый раздел. И следующий мем это, конечно же, Марк Цукерберг в очках виртуальной реальности. И здесь показано, что для ситуации виртуальной реальности он предпочел сцену предательства Юли Цезаря. И, судя по всему, он как раз-таки один из предателей. Но Юли Цезарь, вы сошли с ума. Вы не сумеете перейти Рубикон со своей армией. И скульптурное лицо Цезаря, разумеется, на весь мем. Бабулин, ты красавчик, возьми еще один кусочек. Это такая стандартная фраза итальянской бабули, да вообще бабули в принципе. Вторая картинка, ты худой, поешь что-нибудь. И внук, собственно, в панике внесу, умоляю, хватит еды. Это вам любой итальянец подтвердит правдивость этого мема. И последний мем это такое издевательство, скажем, надо не очень любимым политиком в Италии. Точнее, не любимым, я думаю, можно сказать. Он такой расист. Делает какие-то скандальные заявления. Маттео Сальвини его зовут. Из партии Лега Норда, Лига Севера. То есть расист он, как правило, по отношению к югу и эмигрантам, как можете заметить. Поэтому здесь представлены такие все профессии Маттео Сальвини. Политика, кстати, здесь нет. Как я не буду, да. Итак, это были 10 мемов итальянских этой недели. Если вам понравилась рубрика таких итальянских мемов с объяснениями на русский, то, пожалуйста, дайте мне знать. Это как отдают. Итальянцы честь, кстати. Я считаю, что важный этап в изучении любого языка – это погружение в культуру страны, носителя этого языка. Поэтому чем больше мемов вы можете понять, тем лучше, ребят. С вами была Шеня и канал Vroom. Так, я заканчиваю, как и начала. В общем-то, до скорой встречи. Подпишитесь, если вам хочется еще узнать об Италии побольше. И вашему ми пьяче буду безумно рада всегда. До скорой встречи, ребят. До скорой встречи.